Добрый вечер! И успеху наших воинов, выздоровлению раненых и возвращению пленных. Всегда, как вы помните, упоминаю любовь от Михаэля, которая ушла из жизни два с половиной года назад. И как это связано? Во-первых, моя жена, с которой я разрабатывал все темы, которые я пытаюсь до вас донести. И эту тему также, которую мы сегодня поднимем в Агаде. Во-вторых, мне кажется, что просто вся наша жизнь была борьбой. Сначала за Алию, потом за землю Израиля, потом за понимание Тора и за Алию также. Очень хотелось бы рассказать как-то и поделиться с вами. Но вот как бы красной линией сегодняшних наших занятий пройдет что-то, то, что касается и моей жизни, и супруги. Вот, скажем, по предложению Зеевы Султановича, на ее могиле написано, «Меплода умеши», как бы сделано из стали и шелка. Вот, так что с этими словами, которые мне совершенно необходим произнести, мы с вами переходим к нашей теме. Наша тема – это паскальная Агада, а точнее говоря, то, что скрывается за этим текстом. Скажу вам по секрету, что весь текст Алмуда я бы воспринимал как тайная Тора, в которой скрываются идеи не менее тонкие и не менее глубокие, чем в книге Зоар, с которым Талмуд почти не пересекается, если не считать Раби Шимон Барюхая, автора книги Зоар и ученика Раби Акибы. Но, тем не менее, если присмотреться, то уровень Талмуда по желанию проникнуть в суд вещей, он ничуть не меньше, чем книга Зоар. И основная линия, которую мы с вами сегодня попытаемся посмотреть, это то, о чём постоянно говорил Раби Акиба и его ученики. Для того, чтобы нам было легче как бы сразу войти в курс дела, я попытаюсь в качестве ведения сформулировать такой момент через Медраж. Медраж Раба на книгу Шмот, он рисует такую картину. Мы видим из текста Хумаша, что вместе с Маше идут к фараону и старейшины. И вот мы видим с вами, что у фараона стоят только Арон и Маше, а старейшины где они старейшины? Мы представляем себе, что войти к фараону было не так-то просто. Есть и стража, есть и животные, про которых рассказывается, которые сидят в следках и их могут выпустить. А может быть, уже и выпустили, чтобы они набросились на незваных гостей. Эти животные лежат ноги, Маше и Аарона. Но где же старейшины? Старейшины, как говорит Медраж, по одному отсеялись. Шли, шли и отсеялись. Один, один, да. Их становилось все меньше и меньше. Потом остались Маше и Аарон. Заключение, вывод Медража, что тот, кто смог войти к фараону, тот смог и получить Туру. Есть технический момент, когда Аарон остается внизу, а Маше поднимается на гору Синай. Это, скажем, как бы практическая проблема, техническая проблема, когда кто-то должен был остаться внизу. А вот в нашей традиции месяц Сиван, когда была дарована Тору, надеюсь, мы подойдем к нему и сможем отпраздновать по-человечески, так сказать, дарование Тори, в чем уже, к сожалению, нельзя быть уверенным, обо всем нужно теперь молиться. Но дело не в этом. Созвездие Мессиси Сиван, по нашей традиции, это созвездие близнецов, и эти близнецы – это Маше и Аарон, они совершенно равны. И вот Дагеш такой, я бы поставил, подчеркнул бы под такой момент, что да, они оба вошли к фараону, они не испугались ни стражи, они не испугались ни диких животных, прошли 50 ворот фараона, и те, кто смог пройти 50 ворот, ведущие к фараону, они смогли, каждый по-своему, один наверху, другой внизу, пройти ко Всевышнему. Пройти ко Всевышнему Бармаше, говорят, что он поднялся на 49 ворот и остановился в 50-х воротах, дальше как бы никто не может войти, и бессмысленно войти, 50-е ворота – это по гематрии слово «ми» – «кто». Вот в этих воротах можно стоять и бесконечно искать ответ на вопрос, кто Всевышний, кто проявился в этом мире, кто он по сути, какие заповеди он, кто это дал заповеди, эти кто он по сути. Вот в этих 50-х воротах стоял Маше и Аарон стоял по-своему. И вывод здесь какой? Обычно вывод – вы знаете, надо ехать, это понятно, но это мы сделаем в конце. Здесь такой вывод. Тот, у кого есть достаточная смелость, тот, кто не боится, тот, кто не сгибает голову, тот, кто без страха готов исполнить приказание Всевышнего, он способен получить Тору. В каком смысле получить Тору? Тора нам в нашем мире, скажем, в наше время представляется как Галаха, Шуха, Нарух, формальное понимание Талмуда, извлечение из Талмуда, Аллахот. Это может быть хорошо и прекрасно, но кроме этого, кроме Галахи, кроме тела, кроме формальной структуры есть дух Торы. И пронести Тору через века, пронести Тору через поколение, через Галут – это не только пронести формальные правила, это пронести и дух Торы. Дух Торы, конечно, труднее определить, а вот сейчас как бы спроси меня, а вот что такое дух Торы? Ну, я как-то для себя понимаю, а, скажем, сформулировать очень трудно. Дух, может быть, который вытекает из пророков, которым человек, конечно, он есть и в Торе, но вот через пророков он как бы дух, он очень сильно влияет на душу, передаётся. Может быть, это тот восторг, который возникает при соприкосновении с Торой или с любой духовностью, как бы кроме знания должен быть какой-то восторг. Об этом пишет Раф Хутнер, что заповедь изучения Торы – это испытать великое ощущение счастья от того нового, что ты узнал. Это не значит, что не нужно повторять, не нужно учить формальные вещи, совершенно нет. Но это только подготовка к изучению Торы. А изучение Торы, оно состоится в тот момент, когда ты что-то откроешь для себя. Об этом пишет Раф Хутнер, фактически ученик Раф Кука, в своей книге «Живот». У него серия, которая называется «Паха-битсхак», и книга, посвящённая «Живот». Вот он там рассматривает свойства, если так можно сказать, изучения Торы. Очень интересно замечание Мальбима относительно Маше, Шимшона. Вот когда Маше берёт, так сказать, палку, грубо говоря, не вдаваясь во все комментарии, и ударяет египтянина по голове, Рамбам говорит, что его охватил божественный дух. Это божественный дух, который приводит к нетерпимости, ко всякому злу, моментальной на него реакции, ненависти к порабощению человека человеком, и уж тем более порабощение и оскорбление достоинства сыновей Израиля. Это божественный дух. Он, в общем-то, характерен и для всей Торы. То есть сохранить Тору, пронести её через поколение, поколение – это пронести и вот такой вот дух, дух стремления к свободе, который находит выражение в конкретном поведении. Пронести этот дух очень непросто. Очень непросто. И спор мудрецов, который присутствует в Агаде, проходит через неё красные линии, так же, как и через, я бы сказал, через весь Талмуд, это спор о том, можно ли сохранить дух Торы в изгнании, в галуте под чужой властью, когда ты вынужден пригнуть голову и пробираться каждый день потихоньку, извлекая какие-то крупицы святости и чем-то принципиальным поступаясь. Это самая серьёзная дилемма. Прежде чем мы сейчас попытаемся её раскрыть через Агаду, я хочу этот тонкий момент пояснить через ещё один пример. Мы помним с вами 37-ю главу из «Пророка Ехискеэля», в которой рассказывается о воскрешении из мёртвых. И это не само по себе воскрешение из мёртвых – цель этой главы, а это образ воскрешения народа, его восстановления, скажем, после изгнания. И вот картина там такая, что через год, я напоминаю, мы несколько раз говорили со многими с вами об этом, но сейчас я хочу подчеркнуть вот эту идею, идею сохранения духа и как бы такой пристальный взгляд мудрецов на вопрос, а можно ли сохранить дух Тори? А вот я хочу в этом рассказе сейчас подчеркнуть этот момент. Мы помним с вами, что в книге Даниэля рассказывается о том, что через год после разрушения храма Новохудный цар построил золотую статую для того, чтобы утвердить свою власть над всеми народами. Даниэль предсказал ему, что его власть не будет вечной, его царство сменит другое царство, а он хотел здесь как бы перебороть Всевышнего, который установил такой порядок, временной порядок в мире, и сделать свое царство вечным. Он хотел, чтобы все народы, и прежде всего сыновья Израиля, склонились перед этой статуей золотой, которая олицетворяет вечную власть Бавеля. И само то, что они склонятся, это была бы как клятва сохранять ему верность Новохудный цару и Бабелю, значит, его потомкам. Но и клятва – это существенный момент в его глазах, клятва перед богами. И клятва даже перед богом Израиля, которого он признает, это очень такой существенный момент, который он видит в нем, то, что эта клятва может утвердить его власть. И вот все склоняются перед этой статуей, кроме Ханани Мишаэля Азария, которого Новохудный цар бросает в печь, и происходит чудо, они выходят из этой печи живые и невредимые. И перед этой статуей с точки зрения Галахи можно было склониться, да, сейчас не будем развертывать эту параллельную тему, но я просто скажу, что так же, как Мардыхай имел полное право склониться перед Аманом, так же сыновья Израиля имели полное право склониться перед этой статуей, которая не являлась идолом, а являлась таким вот утверждением, образом, символом вечной власти Бабеля. И как мы с вами видели в трактате Брахот, говорится, раскрывается пророчество Скорья, о котором мы говорили в первой главе, не буду опять сейчас его развернуть, только напомню, что Всевышний хотел превратить весь мир в ночь, но посмотрел на Ханани Мишаэля Азария и остудилось его сознание, остудился его гнев. Что это такое? Это какая-то великая вещь. Люди, которые склонились перед статуей золотой, они прежде всего, как мы можем с вами видеть, потом из Мгелат, из Терры, свиткой Стерры, они соблюдали заповеди, они соблюдали заповеди, придерживали заповеди, к ним никаких претензий, в плане того, что они одевали цифилины, ходили в цициты, ели кошерное, и даже могли пожертвовать своей жизнью, чтобы только не засунули им в рот что-то некошерное. Даже не кошерное не с точки Торы, а с точки зрения постановления мудрецов они могли все это сделать, и Всевышний вспыхнул его гнев, когда они склонились перед этой статуей, сделали разрешенное с точки зрения Торы действие, склонились перед этой статуей. Опять же, можно было бы разбернуть всем Митрашим очень интересно и доказать, что это было разрешенным действием и так далее. Просто сейчас бы все-таки хотелось ухватить, так сказать, Агадум. Просто этот момент сохранения духа, он очень, как бы, ускользает между пальцами, я хочу его объяснить. И вот у нас, как бы, две, так сказать, такие группы людей. Там еще есть, о чем бы говорить. Ну, вот, как бы, две группы людей. Те, кто соблюдают все законы и склонились перед статуей Ханания, Мишаэля, Азария, когда совершили. Вот они тоже соблюдают все законы. Но это не важно. Важно то, что они перед этой статуей не склонились. И в этих трех людях, и только в них, Всевышний видит надежду на будущее. Если есть такие люди в народе, то есть надежда на сохранение духа. Мне кажется, что это очень важно понимать, понимать в наше время, что есть формальный закон, и он, конечно, очень важен, и он дорог, он полон смысла. Но есть еще дух наполнения этого скелета, который приходит через разные моменты, через любовь к пророкам, изучение пророков, которых и наши истории, связь земли и Израиля, и через поиск смысла тех же самых заповедей, которые наполняют душу чем-то совершенно иным и другим, чем формальные исполнения и так далее. И те моменты, которые мы посмотрели, стремление к свободе, готовность сделать действия, чтобы бороться за свободу и так далее. А вот мне кажется, что это очень важно понимать в наше время. Теперь мы посмотрим, я столько времени наговорил, но, честное слово, мне кажется, что не зря, потому что идея, она очень тонкая. Вот я теперь поднимаю тот текст, который я для вас приготовил, и мы попытаемся его с вами разобрать. Так, да, вот, да. И прежде всего, да, прежде всего, вот, хочу с вами поделиться. Я выставлял это Facebook, да, вот сразу же после этого ночного, сразу же после этого ночного налета я постарался подняться на храмовую гору, где встретил на этот раз многих интересных людей, в частности, членок Нессета Иуда Глик, с которым я очень давно дружен, через, так сказать, нас связывают многие события, вот, где Иуда Глик за восхождение на храмовую гору очень много сделал для этого, вот, и, как вы помните, на него было, и на него было покучение. Это конкретно на него, и конкретно связано с, и конкретно связано с храмовой горой, да, с, вот, с его такой деятельностью ради восхождения на храмовую гору, просто человек стоял, проехал мимо мотоциклист и, как лучших детективов, выпустил в него очередь. Иуда, слава богу, остался Глик, Иуда, слава богу, остался жив, сегодня на ногах, поднимается на храмовую гору, не взирая на запрет полиции, поет халель, вот, очень проникновенно, вот, поскольку он, членов, его не хватают и не выгоняют сразу. И вот я удостоился, как бы, с ним после этой ночной атаки подняться к храмовой горе и молиться там, и за себя, и за семью, и за весь еврейский народ, и за наших солдат, и за наших раненых, и за наших захваченных в плен, чтобы они вернулись. Это тоже, как бы, пример сохранения духа. Человек, проникнут этим духом борьбы, у него это сконцентрировалось, как борьба за построение храма, у него прекрасная голова, он бы мог всю жизнь сидеть в Ейшиве и посвятить себя формальному закону, но вот он пошел по такой линии, по линии политики, как борьбы за нашу свободу, борьбы за храмовую гору, и даже после такого страшного теракта он ничуть не остановился, ничуть не испугался и продолжает подниматься на храмовую гору. И мне кажется, что только такие люди могут сохранить дух Тора и принести его через поколения. Посмотрим, какой спор между нашими мудрецами разгорелся однажды в Песах. Как бы хорошее начало для какой-нибудь детской сказки однажды в Песах. Но речь пойдет совершенно не о детских историях, хотя и мы знаем с вами, что Песах должен быть направлен на рассказ ребенку. А все-таки ребенок в следующем поколении это самое главное. И даже если собрались мудрые люди, то они не имеют права в Песах обсуждать какие-то галактические вопросы или вопросы из женской истории, они должны все внимание обратить на то, чтобы рассказать ребенку, произвести на него впечатление своим рассказом, рассказать ему в то же время на доступном языке. И если там сидит 10 человек великих мудрецов, один ребенок, все должно быть направлено на ребенка. Это очень великий момент такой передачи из поколения в поколение традиции. Опять же, когда она не может быть передана только изучением, словами, она должна быть передана каким-то впечатлением, впечатлением, так сказать, которое ложится на духу. Ну, опять же, это отдельный вопрос, и в Агаде хочется поговорить о всем. А вот мы с вами посмотрим рассказ, который вошел в Агаду о наших мудрецах и кусок Мишны, который прямо выписан в Агаде. Я сразу предупреждаю всем, с кем мы разбирали, мы постараемся привнести какие-то новые элементы. И вот такой случай, понимаете, был случай, как говорится в Агаде. Рабель Езу, Рабель Азар, Бен Азарь, Рабель Акиб, Рабель Тарфон сидели в Нейбраке и рассказывали о выходе из Египта всю ту ночь, пока не пришли их ученики, не сказали, учителя наши, приблизилось время чтения утреннего шма. Что здесь говорится? Здесь как бы целая картина, которой, я думаю, Рембрандт, может быть, справился, не знаю, передать все эти образы, но вряд ли. Такое большое внутреннее напряжение здесь, в этом простом тексте, что, я думаю, все-таки Рембрандту было бы не под силу. Что здесь происходит? Рабель Азар бен Азарь, глава Сангедрина, не больше, не меньше, обратите внимание, он живет в Иерушалайме, естественно, он проводит все время битмитраж, он оттуда не выходит. Рабель Ашуа бен Хананя живет в Петиин, он намного старше Рабель Акива, к которому сейчас мы подойдем, является его учителем. Рабель Азарь, прошу прощения, я сбился, Рабель Езар бен Гурканус, он живет в Лоди, Рабель Ашуа в Петиин, Рабель Езарь бен Гурканус, тоже учитель Рабель Акива, он считал Акива своим талантливым учеником, самым талантливым учеником, и в конце седьмого Петия Сангедрина он говорит, своим ученикам вы не взяли, у меня даже столько, сколько собака может вылокоть из моря, а твоя смерть Акива будет самой тяжелой, потому что ты самый способный, и как бы ты должен был взять у меня все, но ты взял только, сколько собака может вылокоть из моря, так он пригрозил своему ученику, но скажите, что его слова были пророческими. Раби Ашуа бен Ханани, также учитель Раби Акива, но они намного старше его, оба они Раби Лезабен Куанс, Раби Ашуа, учились Рабами Ханан бен Закай, и где-то, наверное, это 67-й год этой эры, во время сады Рушалайма, они оба вынесли Рабам Юханан бен Закая за пределы Рушалайма, когда Рабам Юханан бен Закай превратился, притворился мертвым, они оба вынесли его, так что они намного старше Раби Акива, но Раби Акива учился у них обоих. Раби Азар бен Азария, о котором я начал говорить, он глава Сангедрина, и Раби Акива и Раби Тарфон, они сидели там в браке и рассказывали всю ночь о выходе из Египта. И сразу могу вам сказать, забегая вперед, что сидят они в каком-то темном помещении при закрытых станках и обсуждают они вопрос о целесообразности восстания Барковы. Это происходит, наверное, за какое-то время до восстания, потому что к моменту восстания Раби Акива нет уже в живых. Здесь есть те, кто за, и здесь есть кто против. Посмотрим, каково большинство. Если большинство на таком официальном заседании принимает решение, то уже дальше на публику, так сказать, не выносятся обсуждения, а идут за этим решением. Теперь, как мы знаем, что речь идет о восстании? О этом мы знаем с вами очень просто. Читая, так сказать, по губам составителей Агаты. Они сидят в Нейбраке. Скажите, какая нам разница, сидят они в Нейбраке или где-то еще? В Нейбраке – это место Раби Акива. И все учителя великие, Раби Элиэзра бен Гурканус, Раби Ашку. Айми Ашу бен Хананни, Раби Азаре, Раби Азар бен Азаре, глава Сангедрина, Раби Тарфон, который намного старше Раби, который намного старше Раби Акива, пришли они в Нейбрак, который является местом Раби Акива. Раби Акива там сидит в Нейбраке. Это его место. И они пришли к нему. Праздник положен идти к своим учителям, говорится, что когда нету храма следует прийти, воспринять лицо щены, и это прийти к своему учителю, быть с ним в праздник. Здесь все наоборот. Они идут к ученику, собираются. Почему? Потому что в этом вопросе, в вопросе восстания, Раби Акива, он учитель, он наибольший авторитет. Мы знаем с вами, что Рамбам в законах царя говорит о том, что Раби Акива был оруженосцем Барковбы. Все поддержали восстание Раби Акива, кто по убеждению, а кто потому, что нужно было идти за за большинством, сейчас мы посмотрим, но Раби Акива отличается тем, что он пошел с Барковбой до самого конца, не оставил его, тогда, когда другим мудрецам начало казаться, что это не Машиех, у него нету свойства Машиеха, и они оставили его Раби Акива, пошел с ним до конца. Был его оруженосцем. Картина очень трогательная, великий мудрец. Носил ли он действительно оружие Барковбы или нет, думаю, что нет, если только что символически, но титул у него был оруженосец Барковбы. Вот это Раби Акива. Раби Акива 50 лет готовил восстание. Вся его голохот, вся его псика, так сказать, она проникнута вот этой необходимостью восстания. Очень интересно то, что на монетах периода Барковбы на монетах периода Барковбы изображен Лулав, Лулав, Адас, ну, что еще? Рава, Ива, Лулав, Мирт, Ива, и Лулав один, Рава одна, Ива одна, Мирт один. И это Галаха Раби Акива в отличие от в отличие от в отличие от Равеля Азарби Назария, который говорил о том, как мы сегодня делаем, что три Адаса три Адаса необходимо, три ветки Мирта и две ветки две ветки Аравы, две ветки Ивы. Вот мы видим, что Барковба отчеканил монету. Известно, что отчеканил монету с тем, как говорил Раби Акива с его Галахой, известно, что Барковба найдена в Кумране его письма, в Кумранских пещерах восстание во многом упиралось на область Кумрана около Мертвого моря. Найдены там письма, найдены там письма Барковбы, и мы можем представить себе, что это не единственный момент. Вся Галаха Раби Акива, она как скрытый призыв к восстанию. Так что Раби Акива, мы поняли. Раби Ашуа. У Раби Ашуа это очень интересный момент. Он, безусловно, против восстания для него, разрушения храма была большой трагедией. Он всю свою жизнь посвятил, может быть, не всю жизнь, но очень значительную часть тому, что он был в Риме, и он выкупал там пленных. Там он в Риме выкупил Раби Ашмаэля, внука последнего первосвященника храма, который был казнен в 68-м году этой эры. Он нашел его внука и выкупил его. Можем представить эту страшную картину. Ребенок в клетке, и вот он его находит там, и восхищен его красотой, и знанием Торы. И он, конечно, кроме него он многих выкупил. Раби Ашмаэля в 115-м году погасил восстание, которое назревало в Ярушалае. В 115-м году было то, что называется Меридатфутсот. Восстание во всех странах, где жили евреи, особенно в Александрии, но оно не разразилось в Яуде. Почему? Адриан разрешил сначала строить храм, потом запретил и начал строительство города Эль-Капитолина на храмовой дворе, на храмовой горе вместо храма он возник капищи Питера-Капитолинского. И вот в Яуде были готовы восстать и поддержать восстание в Тепутсот, в городах, которые вне Израиля. Раби Ашу рассказал притчу такую, что вот жил был лев и жена была цапля. И однажды лев подавился костью и попросил цаплю, чтобы она выточила ему кость из горла. Пообещал ей большую награду. Цапля выточила кость и попросил награду. А лев сказал, довольна с тебя, что я тебе не откусил голову. И он сказал, что и мы с вами так же. Мы связались с этим народом, они нам что-то обещали. Давайте скажем спасибо, что они нам не откусили голову. И в 115 году не было восстания. Восстание Барковба, которое явилось продолжением этих событий, разразилось в 132 году и продолжалось до 135 года. Было ли оно рациональным? Да, была возможность победить. Но главное, то, что видев Раби Акиба и его сторонники, и как бы сейчас не расшифровывая, вся школа Шамая, то, что они видели, то, что без борьбы невозможно сохранить дух Торы. Без борьбы может быть можно сохранить какие-то формальные знания, с трудом тоже, но не дух Торы. А дух Торы это как живой дух Торы, дух народа, дух пророков. Это как живое дыхание, которое потом не удастся восстановить, если его утратить. Ну, разве что Всевышний не произведет воскрешение из мертвых, а так никакой надежды. В трактате Брахот говорится о том, что после разрушения храма у Всевышнего не осталось в мире ничего, кроме четырех амод лохи. Мне это напоминает не осудите пожалуйста и не сочтите предусудительным. Мне это напоминает высказывание Ницше. Мне это напоминает высказывание Ницше «Бог умер». Вот уже такой четыре амод галахи. Боже мой! Это напоминает о том, что Всевышний перестал проявлять себя в мире. Живое ощущение Всевышнего, дух Всевышнего пропал, осталось только что-то мертвое. Я не хочу сказать «Всевышний умер», я надеюсь, что вы меня поймете, но что-то умерло. Что-то умерло. «Пойди теперь это воскреси». Понятно, что после разрушения храма не все еще умерло, далеко не все умерло, и был жив дух, и Равиакива хотел как бы предотвратить уход этого духа. Но и с реальной точки зрения была возможность победить. Десятый легион был уничтожен полностью, и Адриан, вернувшись после разгрома восстания Барковбы докладывать Сенату, он не сказал моим войскам, как было принято, враг разбит, а я и моим войскам мир. Не было никакого мира. Два легиона было стерто с лица земли, и среди них десятый легион, который годами издевался над сыновьями Израиля. Это отдельная история, можно ее просто представить себе, какие жуткие издевательства терпели сыновья Израиля на протяжении всего времени римского владельства. И символом этого издевательства был десятый легион, у которого эмблемой был хазир бар, кабан, свинья фактически стерли его с лица земли, он больше не существовал после восстания Варгубы. Так что был шанс победить, но, к сожалению, если победили, то тогда бы не было вообще никаких разговоров, потому что победителей не судят, поскольку восстание было проиграно в материальном плане, но в духовном плане оно было совершенно необходим, я еще раз хочу сказать, невозможно было бы сохранить дух народа, а может быть, и весь народ невозможно было бы сохранить без этого восстания, поскольку формально оно было проиграно, то есть много претензий к ученикам Рабиа Киева и так далее, все это требует отдельного рассмотрения, в скобках замечу, что ни один наш источник ни Шухан Арух, ни Шрира Гаон, ни Раф Хай Гаон, что еще Тур, никто не говорит о том, что ученики Рабиа Киевы умерли от скарлатины, они все умерли в борьбе с Римской империей, и это подчеркивает и Шухан Арух тоже, когда он говорит о днях между Песохом и Шивой, но это опять же отдельная тема, вы видите, столько всего бы хотелось сказать, надеюсь, что я вас не запутываю, а вот мы сосредоточимся на личностях, значит, мы понимаем, что Раби Ашуа против восстания, он любит народ, он считает, что можно склонить голову и, самое главное, сохранить народ, Раби Акиева, безусловно, за восстание, и Раби Лезер бен Вурканус, он, безусловно, за восстание, потому что это человек, который как бы опирается на чудо, на божественный дух, похожий на пророчество, даже после разрушения храма, и то, что он считает Раби Акиева своим лучшим учеником, все это указывает на то, что он за восстание. Итак, у нас кто есть? У нас есть двое Раби Акиева, Раби Лезер бен Вулканус, Раби Ашуу против. Вот теперь мы сначала давайте почитаем те, кто за. Раби Тарфон, Раби Тарфон, Раби Тарфон, это очень интересно. Во-первых, он отец жены, Раби Шамон Барью Хая, и уже матери Раби Лезера, сына Раби Шамона Барью Хая, уже поэтому одному можно догадаться о его позиции. Но точно интересно то, что в трактате Брахот он рассказывает о себе, что он поступает как бейд Шамайн. Когда он читает, исполняет заповещение Крият Шма, чтение Шма, то он поступает как Бейд Шамай. Для Бейд Шамая было важно чтение Шма совместить с каким-то действием, не добавить сейчас подробности. И тут история такая, если для нас Шма Исраэль это в основном, ну, как сказать, это человек в опасной ситуации, он думает, что он сейчас погибнет, он читает Шма Исраэль во время Танаха и для Раби Акива и Раби Тарфона в их время Шма Исраэль это был боевой клич, с которым выходят в бой. Поэтому для Бейд Шамая было очень важно, чтобы когда читает человек Крият Шма утром и вечером, он совершил какое-то действие, привязать боевой клич к действию, чтобы не забыть, что недостаточно только веры, недостаточно только произнести Шма Исраэль, необходимо совершить действие. Какое действие? Ну, там посмотрим, какое действие, но обязательно должно последовать действие Шма Исраэль это Раби Тарфон. Так что мы понимаем, что Раби Тарфон идет по школе Шамая, и он, конечно, за восстание. Вот мы насчитали Раби Акива, Раби Тарфон, Раби Лезер Бен Вулканус, не забываем его, у нас есть уже трое, Раби Ашуа против, теперь отдельная история с Раби Лезер Бен Азарьем. Прежде чем мы перейдем к нему, посмотрим окончание истории, раз уж мы упомянули Раби Тарфона, то окончание истории для нас будет совершенно прозрачно. Сидят, разговаривают, приближается утро, которое они не видят за закрытыми ставнями, потому что они скрываются от римлян, упаси Бог, они узнают, что мудрецы и главы народа собрались в одном месте, это будет и не в явных, где было позволено изучать Тору, это будет, так сказать, большая невриятность. И вот ученики охраняют их, когда они сидят в темном месте, и утром они им говорят, учителя наши, приблизилось время читать утреннее шма. Мы здесь с вами видим молодое поколение, так сказать, ту волну, которая идет от, как это говорят, от шетаха, из народа, да, который идет из народа, ну, вы там рассуждали, а сейчас утро и время читать, время читать шма, шма Исраэль, боевой клич, призыв, призыв к борьбе, приблизилось, время чтения шма. Если спросить этих учеников, как надо читать шма, как велел бейт-гилель, или как велел бейт-шамай, они наверняка скажут, что так, как читал Раби Тарфон, так, как велел бейт-шамай, боевой клич, который сразу переходит в действие. Это заканчивается этим, эта история. А нам нужно с вами разобраться с Раби Лазар бен Азария, который остался для нас загадкой. В продолжении повествования о годы в продолжении повествования о годы выписывается Мишна из трактата Брахот. Просто как таковая. Я вот выписывал для вас еще и сделал какую-то схему, сделал продолжение из Гемары, не знаем, успеем ли в исламе, но давайте, по крайней мере, основное попытаемся ухватить. Мишна говорит так, упоминают о выходе из Египта ночью. Раби Лазар бен Азария сказал так, что я уже как 70-летний, но не удостоился, чтобы о выходе из Египта говорили, что о выходе из Египта нужно говорить, упоминать ночью. Все упоминают о выходе из Египта ночью, мы упоминаем молитвы Марии, безусловно, но он имеет в виду, что, ну, есть обычаи, может быть, это установили мудрецы, а вот история, история вытекает ли, что нужно обязательно упоминать о выходе из Египта ночью, да, вот пока не объяснил Бен Зама, да, Бен Зама говорил так, чтобы ты помнил, да, а есть заповедь помнить о день выхода из Египта все дни жизни твоей. Дни жизни – это дни, а все дни жизни – это ночью. Вот Бен Зама объяснил, да, и запомним, а мудрецы говорят, да, все дни жизни твоей – это этот мир, а все дни жизни твоей – этот мир, а все дни жизни – это включить дни Машиаха. Да, тут нужно представить себе, что правило такое, что из одного слова, у нас здесь лишнее слово «коль» – «все», можно вывести только один закон, это правило комментирования Торы, нельзя вывести сразу два закона, и то, и это, и поэтому нужно выбирать. И Бен Зама выбирает ночи – это ночи, а в будущем не будут упоминать, вообще не будут упоминать о выходе из Египта, а мудрецы говорят, что все дни – это и наше время, это и времена Машиаха. Вот я попытался для вас начертить такую схему, но для того, чтобы ее понять, да, наверное, нужно представить себе еще один спор на рабе Лазарбе Назаре и рабе Акива. Между ними в том же трактате Брахот разгорелся спор, когда было освобождение из Египта, было ли освобождение ночью, или оно было днем. Это имеет галактические последствия, которые мы не будем сейчас сдаваться. Только что единственное мы с вами представим, что рабе Лазарбе Назаре говорит, что освобождение из Египта было ночью. Рабе Акива говорит, днем. Какая разница? Ночью сидели и, преисполнившись верой во Всевышнего, и ждали утра. И это основа освобождения. Наша духовность, которую мы сохранили в темной комнате, ожидая чуда Всевышнего, это основа освобождения. Рабе Акива говорит, ничего подобного. Это может быть важно, но основа освобождения это когда встали и пошли ногами. И этот спор, конечно, касается не только прошлого, но и настоящего, и будущего. Что является главным? Сохранить духовность и сидеть и ждать, когда Всевышний приведет чудо, может быть, заслугу этой духовности, или нужно постоянно стремиться к свободе. И в любой момент, когда только можно встать, нужно встать и идти, как бы, да, не только из Египта, но и совершая исход к свободе от народов мира, совершая исход к свободе. Я написал такую схему, которая, может быть, поможет пояснить немножко. Это у нас мнение Бен Зума, как бы, я попытался представить так схематически, да, что вот есть время, время Галута, время изгнания, и нужно упоминать о выходе из Египта ночью, потому что ночью это главное освобождение, ночью главное освобождение духовное, мы пронесем эту духовность до будущего времени, а там Всевышний придет и что-то сделает, какой-то бум, да, будет, и это уже все в его руках, он опирается на строки из пророка Еремене, я могу, что в будущем мне будут вспоминать о исходе из Египта, а будут говорить о Всевышнем, который собрал все народы со всех стран, но в любом случае, да, ночью главное освобождение, ночью духовное освобождение, терпение в ожидании спасения Всевышнего, как в Египте, это главное, да, мудрецы говорят, нет, да, даже в наше время мы не упоминаем ночью о выходе из Египта, а в будущем, да, мы будем продолжать упоминать о выходе из Египта, потому что как в Египте мы встали и пошли, так и в будущем мы сделаем действие, обязательно встанем и пойдем и не только это будет чудо Всевышнего, когда он собирает всех со всех концов, да, и вот это такой спор, такой спор мудрецов очень важно подчеркнуть, то, что Рабель Азар Беназария говорит о себе, что он как семидесятилетний, да, что он как семидесятилетний, я выписал тут для вас также из из Трахтата Брахот выписал историю Рабель Азар Беназария, история такова, да, ну, как бы его сделали главою главою Бейдмедраше 18 лет, он пришел домой и спрашивает разрешение у жены, ему необходимо согласовать с женой, она ему говорит, ну, ты же, ты же что, будешь управлять такими стариками, такой молодой, тебе 18, нет, да, утром он проснулся седой, как будто ему 70 лет, и поэтому он говорит, вот я как семидесятилетний и не угостоился знать того, что мне объяснил сейчас Бензама, что он мне объяснил фактически, что главное освобождение это духовное, да, вот, когда мне говорят, что кто-то проспал 70 лет или проснулся как 70-летний, у меня сразу возникает подозрение, что он считает, что можно пережить голод, который является сном, и время которого, как бы, условно измеряется, как 70 лет, да, как человеческая жизнь, как бы, да, вот, и если мне говорят, что Равель Азарбин Азаре проснулся седым на утро и был как 70-летний, я понимаю его, как бы, его заявление, мне голод не страшен, мы сохраним духовность, можно поспать, проснуться и, как бы, то есть, на нашем языке поспать, проснуться, выйти из голода и продолжать, как ни в чем не бывало, да, но есть другая история, которую мы сейчас с вами закончим, да, это, это рассказ в трактате Таанит о Хонио Меагель, который спорил со Всевышним на, может ли народ пережить 70 лет в Галуке, он же не представлял, что 2000 лет, он говорил про 70 лет, но он спорил, Всевышний опустил на него, скалул, он проспал 70 лет, проснулся, Хонио Меагель, вот здесь трактат Таанит, к сожалению, я не успел перевести на русский севритов, он проснулся, встает, и все то же самое, люди, которых он знает, собирают, собирают с дерева плоды, он спрашивает, ты кто? Он говорит, я внук такого-то, то есть, он проснулся уже, внуков тех людей, которых он знал, и все вроде как бы спокойно, да, вот Всевышний вроде бы доказал ему, что можно проспать 70 лет, проснуться, и как ни в чем не бывало, но Хони нет, он спорит со Всевышним, он приходит быть медраж, да, и ищет там, с кем поговорить, и не находит, не находит, с кем можно поговорить о Торе, да, все это не та Тора, вся выхолощенная, вся без духа, он выходит на улицу и говорит Всевышнему, или дай мне с кем разговаривать о Торе, или забери мою жизнь, ты говоришь, ты меня переспорил, что можно прожить 70 лет, а я тебе говорю, да, прожить, конечно, можно, формальные рамки можно сохранить, 4 метра галахи можно сохранить, а дух сохранить нельзя, а без духа смерть лучше, без духа, да, это спор, который проходит красные линии через, вот как бы, да, через Агаду, мне кажется, надеюсь, что мне удалось донести, насколько он принципиален, да, он встречается и в других галахот, и в других рассказах, в рассказе у раби Акива о его галахе, который он устанавливает для праздника Суккот, все это безумно интересно, и, рамом своим соседям, да, очень, очень уважаемым, да, очень уважаемым, и, ну, не буду говорить все подробности, он мне сказал, да, но ведь я дуд, это же не сехель, это же не разум, и я услышал этот крик, да, услышал этот крик, раби Акива, да, галахот можно сохранить, а можно ли то, что касается разума, можно сохранить, а то, что касается души, можно ли сохранить это, да, и все, здесь я останавливаюсь, да, я делаю стоп-шер, вот, и, конечно, конечно, я затянул, затянул по времени, но, если что, если есть еще силы, то, пожалуйста, я жду ваших вопросов, да, где же мне сделать так, чтобы я видел вас всех, да, вот, да, как-то более-менее, и, ну, что скажете, скажите мне, да, у меня обычный вопрос тогда, если у вас нет вопросов, у меня есть вопрос, понятно, на сколько процентов, понятно, 20-30-40, меня устраивает 80, меньше, конечно, это уже мой провал, Равзиев, постоянно все больше и больше процентов, понимание, больше процентов, как это, то, что называется, называется, ставки растут, да, ставки растут, хорошо, Равзиев, я смею напомнить вам о ваших замечательных стихах, которые вы подготовили к Седр-Песаху, и я, например, их использую постоянно на Седр-Песах, и было бы неправильно, если их не популяризировать, и не предоставить возможность другим их использовать. Огромное, огромное спасибо, огромное спасибо, вот, это творчество, стихотворчество, ну, надеюсь, что оно серьезное, оно у меня есть и на русском, и на еврите, вот, и я, конечно, давно мечтаю выпустить Агаду, и с этими стихами, с какими-то, с какими-то пояснениями, пока я со своим замечательным учеником, талантливым музыкантом, работаю над альбомом, пытаюсь превратить эти стихи в песни. Вот, надеюсь, что, вот, пока, пока с вашего разрешения, я попрошу Натана, чтобы он, по крайней мере, всем нашим слушателям разослал стихи, пожалуйста, можно воспользоваться ими во время Седора, кому они подойдут, кому они подойдут, не надо, пусть свои пишут, да, вот, как за, хорошо. Это очень, очень оживляет, и особенно, когда дети, интерес какой, какой-то, это, спасибо, спасибо, спасибо большое, Михаэль, спасибо огромное, но, 24 года недаром прошли нашу знакомство, хорошо. Что-то, Рази, ну, вы не чувствуете, я не машихист, конечно, но вы не чувствуете, что, как бы, вот, время, вот, этого Песах, он какой-то, вот, особый, это у меня, такое, экзальтированное настроение, или, вы тоже, так считаете, и что, дополнительно, нужно, какие-то каваноты, на, цедр Песах в этот раз. Ой, мне трудно сказать, я же не, это не кавалист, чтобы устанавливать каваноты, еще на какое-то конкретное время, то, что, то, что могу точно сказать, я думаю, что это все чувствуют, что чувствуется какое-то, какое-то напряжение, какая-то ответственность, желание что-то, что-то сделать, да, не только в будни, что-то сделать для солдат, и для армии, и в Песах тоже, да, вот, не знаю, я пока, я пытаюсь прорваться к своему внуку, который остался в танке на Песах, но, не знаю, у меня вряд ли получится, но есть, безусловно, есть какое-то напряжение, и желание что-то, что-то сделать, да, и, безусловно, безусловно, вот, что-то особое, такое, да, ну, надеюсь, надеюсь, очень надеюсь, да, вот, я все время молюсь, я все время молюсь, чтобы они, чтобы этот хамас и им подобные, чтобы они умерли все сами, но зачем нам прикладывать усилия, когда Всевышний может пройти, как по Египту, и они уже все сами умрут, а мы тогда скажем, алле, или все мы ему обещаем, Всевышнему, что мы скажем, с полной кабаной скажем, алле, только чтобы их уже не было, хорошо, ладно, спасибо большое всем за внимание, да, я очень старался, если что-то не удалось, в следующий раз спрашивайте, постараемся продолжить, разъяснить, хорошо, давай, Хаксамея, 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 смотрите за нашими объявлениями, какое у нас будет расписание в пасхальную неделю, пока непонятно, но мы как бы определимся, и будут сообщения, хорошо? Да, спасибо, Рэп Латун. Спасибо вам, всем счастливо. Хаксамея. Хаксамея, спасибо за внимание. Спасибо. Пока, пока, Субтитры сделал DimaTorzok